Приветствую вас. Большое спасибо за то, что обратились ко мне. Я прочитал ваш вопрос. Я специально оба ваших текста, которые вы написали, их объединил в один документ у себя и перечитал их. К вашей проблеме существует несколько подходов. То есть с разных сторон, с разных обстоятельств, с разных позиций можно рассматривать то, что у вас произошло. И поскольку в обоих текстах, скажем так, в одном тексте вы пишете больше с упором на отношения со своей девушкой, во втором тексте вы пишете больше с упором на правильность своего решения. И вот именно в соответствии с акцентом мы и рассмотрим ваш текст. Итак, начали вы с того, что пишете, что с девушкой жили два года в Ноябрьске и не смогли приспособиться к другому городу. То есть, если я правильно вас понял, вы приехали в чужой город ради девушки, вы ради нее стали там жить, пытались в течение двух лет приспособиться и не смогли. То есть, вам было некомфортно, вам было неприятно, вам не было удобно и сколько-нибудь счастливо и уютно жить в этом городе. Следствие чего вы решили поменять место своего проживания на более подходящее для вас, на более подходящее для вас и позвали с собой свою девушку. Девушка категорически отказалась ехать. Вот как вы думаете, а почему она отказалась ехать? Вот вы два года с ней жили. Два года вы жили с девушкой, вроде бы как у вас были отношения, наверное вы ее любили, наверное она говорила, что любит вас. Но как так получилось, что когда потребовалось что-то для вас сделать серьезное, а ведь вы для девушки приехали в город, да, чужой, вы стали там жить, для вас это незнакомое место и все, то есть вы достаточно много всего для нее сделали. Почему, когда встал вопрос относительно того, что нужно что-то сделать для вас, девушка отказалась это делать? Ну, первое, что просится на ум, это наверное то, что она вас не любила и вас не снила. Но вы наверное с этим будете спорить, вы скажете такую вещь, что она не могла меня не любить, потому что я с ней жил два года, она два года была со мной. И в общем-то, наверное, она что-то делала, для вас она заботилась, о вас и так далее. Понимаете в чем дело? Когда вы захотели поехать в другой город, а она отказалась ехать с вами, при том, что она видела, что вам тяжело находиться в ее городе, она видела, что вам очень трудно проживать в том месте, где вы жили, то есть она, любя вас, допускала, что вы несчастливы. Она допускала, что вы мучаетесь, что вам плохо, что вам некомфортно. И это означает, что, по ее мнению, вы могли пожертвовать своими интересами ради ее интересов, что вы и сделали, когда приехали с ней в город ее, а она пожертвовать своими интересами ради вас. Не может. И это означает, что у человека отсутствует внешний барьер. Если говорить о барьерах, то в отношениях всегда существует два барьера. Внутренний и внешний. Внутренний барьер – это тот барьер, который человек устанавливает сам для себя. Это его личные потребности, это его личные желания и так далее. А внешний барьер – это барьер, который раскрывается через желания других людей. Так вот, ваши желания для вашей девушки были актуальны лишь тогда, когда они совпадали с ее. Вот было в интересах вашей девушке, что вы живете с ней? Совпадало это с ее целями, с ее интересами? Не требовало это от нее никаких задрак серьезных? Ну, она позволяла вам с ней жить, она позволяла себе быть с вами в отношениях. Все было хорошо. Потом, когда потребовалось от нее сделать что-то серьезное для ваших отношений, то есть, по сути, от нее потребовалось не просто что-то сделать, от нее потребовалось совершить поступок, направленный на сохранение ваших отношений с ней. И она его не сделала. Она отказалась с вами ехать. Это значит, что человек не захотел приносить в жертву свои интересы ради вас. То есть, вы это сделали, вы своими интересами пожертвовали, а она нет. И вот этот самый момент, это самое поведение девушки свидетельствует о том, что она вас не любила. У нее не было сколь-либо искренних чувств по отношению к вам. Потому что, когда человека любишь, вот как вы, например, любили девушку, или, может быть, до сих пор любите, ну, скорее всего, любили. Значит, когда вы испытывали чувство к девушке, вы ради нее старались сделать все, что в ваших силах. И это искреннее чувство. Когда хочешь сделать человека счастливым, когда хочешь для человека делать все, что в силах и так далее. И поэтому, то, что вы уехали, то, что она отказалась с вами ехать, то, что она не приняла ваши, вот, ну, ваши интересы, ваши цели, то, что она позволяла себе допускать, что вы, не имея возможности приспособиться к другому городу, страдаете, говорит о том, что ваши отношения в долгосрочной перспективе были обречены на разрыв. Или на то, что вы вот так вот всю жизнь, вечно, для нее делали бы что-то, всю жизнь, вечно старались бы как-то ей угодить, что-то, как-то защищать ее интересы, а она при этом, она при этом никогда бы ничего такого глобального и серьезного для вас бы не делала. Потому что она не смогла даже поддержать вас в том, что вы уезжаете. Ну, то есть, только представьте себе, что человек хочет с вами быть. Да, вот, девочка хочет с вами быть. Она вас любит, она вами дорожит, она не может без вас жить. Если она видит, что вы не способны в другом городе, в ее городе жить, если она видит, что вам плохо, и если вы говорите, что вы уезжаете, то, естественно, она поедет с вами. Просто потому, что без вас ее жизнь лишена смысла. Просто потому, что она хочет быть с вами. Но она отказалась, значит, она допускала для себя жизнь без вас. А если она допускала для себя жизнь без вас, то она, по сути дела, вас не так-то сильно и любила, потому что ей было хорошо. Вы уехали, потому что вам было плохо. А она осталась, потому что допускала, что сможет без вас прожить. Это значит, что она использовала вас для своих интересов до тех пор, пока ваши интересы были созвучны ее. Как только ваши интересы разошлись, она тут же начала думать только о себе и заняла эгоцентрическую, то есть единоличную позицию по отношению к себе, о вас совершенно не думая. Уверен, она еще и обвиняет вас в том, что вы уехали, ее бросили, там, смолодушничали и так далее. Даже если она этого не делала, даже если она этого не делает, все равно ее чувства, они к вам гораздо слабее, чем ваши к ней. Потому что, ну, по поступкам, как бы это видно. И давайте тогда, вот суммируя то, что было сказано, проведем итог. А итог, он заключается в том, что нельзя построить отношения с человеком, который думает только о себе, который действует только в своих интересах и который не хочет ничего для отношений с Эверска. не хочет никаких поступков и никаких действий предпринимать для того, чтобы сохранить отношения. Отношение всегда работа двоих людей. Это всегда труд двоих людей. Это всегда желание двоих людей делать друг друга счастливыми. А ваша девушка этого делать не хотела. Ваша девушка препочитала только принимать. Ваша девушка думала о себе. И именно поэтому ваши отношения они закончились. Потому что один из вас думал о себе. Ну, если бы вы остались в городе, может быть, какое-то время еще вы бы с ней прошли. Но смотрите, вы прожили с девушкой два года. Два года срок большой, особенно для совместного проживания. И вы, как ни срана, не сделали ей предложение. Вы, как ни срана, не поженились. У вас, как ни срана, не появилось детей и так далее. То есть, это говорит о том, что вы сами на подсолнительном уровне, скорее всего, чувствовали, что с девушкой что-то не то. То вы не можете ей до конца доверять. Может быть, вы и собирались сделать ей предложение, но из-за того, что вы не могли смириться с городом, другим чужим городом, вы не были готовы пойти на такой шаг. А девочка не могла всего этого не видеть. У женщины вообще очень развитая интуиция. Она все это чувствовала. Она все это знала. Она знала, что вам тяжело. Но относилась к этому достаточно равнодушно. И вот именно ее равнодушие, по сути дела, предрекло то, что с вами произошло. С вами я имею в виду, с вами двумя. Именно ее равнодушие. То есть, в этом контексте, в контексте вашего расставания, в контексте первой части текста, можно сказать так, что именно отношение вашей девушки, именно ее позиционирование себя по отношению к вам, определило то, что между вами произошло. Ну, нельзя все время только делать что-то для человека на глобальном уровне. Человеку тоже нужно что-то делать для вас, также на глобальном уровне. Она этого не захотела. Вы приехали, вы попробовали посыть в ее городе. Она могла бы тоже приехать и тоже попробовать посыть в вашем городе. Хотя бы просто из благодарности к вам, что вы попробовали. Но она и этого не сделала. Нельзя построить отношение с человеком, который ничего значимого, конкретного, серьезного не хочет делать для другого. То есть, в этом плане, я надеюсь, вам более-менее теперь понятно стало. Теперь дальше. Все касается второй части вашего текста, то здесь ситуация вкладывается в следующее. Дело в том, что вы, вот, когда принимали решение, когда вы решали уезжать, вы не сомневались в правильности своего решения. Когда вы были в своем городе, вы тоже не переживали, потому рядом с вами были люди, которые показывали вам, какой вы есть человек на самом деле. Рядом с вами были те, кто давал вам понять, вы любимы, вы ценные, вы достойны, вас можно и нужно безусловно любить. Но когда вы приехали на работу, начались проблемы. Почему? Потому что с девушкой у вас в принципе были положительные моменты. С девушкой у вас в принципе были моменты, когда вам казалось, что все хорошо. Ибо сколько вы нуждаетесь в других людях, а сколько вы нуждаетесь в какой-то заботе, во внимании, в ласке, в тепле, может быть просто в присутствии рядом человека, что вы сейчас будучи один испытываете потребность. Потребность в чем? Потребность в понимании, потребность в понимании, в себе, потребность в человеческом тепле, и именно эта потребность выставляет на первый план у вас в вашем сознании то, что вы могли неправильно поступить. то есть смотрите, какая получается ситуация. У вас появляется потребность в человеческом тепле, в человеческом внимании, и вы тут же начинаете заниматься в том, что правильно ли вы поступили. Потому когда вы поступали так, как поступали, то есть когда вы уезжали, вы думали о себе, вы понимали, что жить не могли последние два-три месяца в том городе, вам было невыносимо и другая потребность, а именно невозможность комфортно жить в городе, вышла на первый план. Теперь вы эту потребность удовлетворили и появилась другая. Появилась другая потребность. И она из-за того, что сейчас для вас наиболее актуальна и подвергает сомнению правильность вашего решения. И давайте мы для начала прежде чем говорить об отредностях скажем по поводу вообще ситуации и выбора. У вас была ситуация, когда вы не могли идти в город. И в этой ситуации, в этих обстоятельствах у вас не было другого пути, кроме как уехать. На тот момент и тогда вы не видели другого выхода. и пока эта ситуация была актуальна для вас, вы все-таки не сомневались в своем решении. Но вот актуальность ситуации прошла. Она перестала быть сколько-нибудь для вас значимой, потому что сейчас вам комфортно в этом плане. И вы вышли из этой ситуации. Вы стали смотреть на нее по-другому. Вы стали смотреть на нее извне. И именно потому, что изменился угол вашего зрения на ситуацию, изменилось ваше восприятие этой ситуации, а главное устранен раздражитель, основной раздражитель, который заставил вас принять такое решение. Именно поэтому вы начинаете сомневаться в правильности своего решения. Так происходит всегда. Человек всегда сомневается в правильности своего решения в той или иной ситуации, когда он из этой ситуации выходит, когда он перестает быть в ней, потому что когда он перестает быть в ней, он смотрит на нее уже иначе, и ему кажется, что можно было поступить по-другому. Но кажется ему это только потому, что он уже не в ситуации, он уже вне ее, и именно потому, что он вне ее, ему думается, что он может поступить иначе. это иллюзия, это иллюзия, это парадокс. По сути, это парадокс. Когда человек находится в самой ситуации, не выйти другого выхода к нам, как поступить так, как он поступил, когда он находится вне ситуации, начинается мотивация, что правильно ли он поступил. И это особенно человеческое восприятие такая. То есть вы не можете взять и поместить себя вновь в ту ситуацию, когда вы совершали свой выбор, потому что это невозможная ситуация осталась в прошлом. Но в настоящем у вас другое положение. И это другое положение доставляет вас сомневаться о правильности вашего выбора. Но на самом деле, на самом деле, от того, что вы сейчас находитесь вне ситуации, та ситуация, которая была в прошлом, она не стала другой. Она осталась той же самой. И в ней, какое бы решение вы не приняли, этот вывод, который вы сделали, он был единственный. То есть вы думаете, что вы могли поступить иначе. Вы думаете сейчас, находясь вне ситуации, что у вас был другой выбор. Но на самом деле, человек, находясь в каждом конкретном обстоятельстве, имеет только один вариант решения задачи, один вариант выхода из проблемы. Потому что этот вариант выхода является единственным для человека, исходя из его ценностей, идеалов и стремления. Знаете, если бы у человека ценности менялись бы, ценности, установки, взгляды, там, принципы жизненные и так далее, менялись бы каждый день, то тогда да, тогда бы человек мог поступить в одной и той же ситуации и по-разному. Но, поскольку у человека взгляды, ценности, установки, идеалы остаются одними и теми же, то в одной и той ситуации, в одних и тех же обстоятельствах типовых, в которых ранее человек не оказывался, то есть у него нет опыта решения этих задач, он поступит единственным образом. А вот если опыт решения таких задач уже есть, человек может попробовать поступить как-то по-другому. Но это уже другая ситуация. Это уже принципиально иная ситуация, которая отличается от той, о которой мы с вами говорим. Вы оказались, ну, как я понял, вы оказались в этой ситуации в чужом городе с девушкой первый раз в жизни. И если это так, то у вас не было другого выбора. И именно иллюзия возможности другого выбора не дает вам покоя. так вот не было у вас другого выхода. Не было. Вы терпели, терпели, старались, 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 и вы не смогли выдержать того напряжения, той нагрузки, того дискомфорта, который у вас был, и так далее. И я думаю, что на этом вопрос с выбором в определенных ситуациях можно закончить. Суммируем, подводя итог, сказать так. Человек, находясь в определенных ситуациях, всегда поступает определенным образом. И ему кажется на тот момент, что другого выхода нет. И вот вам не нужно помнить, как вам было плохо, вам не нужно помнить, какие чувства вы испытывали в тот момент. Вам нужно запомнить только одно, что на тот момент, тогда, вы не видели для себя иного выхода. И вот именно это чувство невозможно никак иначе решить ситуацию, кроме того способа, который вы выбрали, именно это является истинным, именно это является верным. Но верным только пока вы находитесь в этой ситуации. Как только вы из нее вышли, тут же у вас поменялись условия, и соответственно, благодаря взгляду извне на обстоятельства, вам естественно начинает казаться, что вы могли поступить иначе. Но это уже качественно иное положение, качественно иная позиция по отношению к тому, что с вами происходило. И эта качественно иная позиция, она конечно да, она рождает другие возможности, другой выбор, но в той позиции, в которой вы находитесь по отношению к ситуации сейчас, а вы относитесь к ней как бы совершательно, так то есть вы наблюдаете за ней извне. Это принципиально иное состояние. И в этом состоянии, в этом состоянии, решение, которое вы, как вам кажется, могли бы принять, не имеет никакого смысла, потому что вы уже не в ситуации. то есть возможность решения определяется не сознанием, не абстрактным мышлением, а именно положением по отношению к ситуации. И когда вы непосредственно в ней, у вас только один выбор. Когда вы вне ее, вам кажется, что можно было поступить иначе, но это именно иллюзия, и не более того. потому что вы уже не можете вернуться в эту ситуацию. Вы не можете в нее взять и войти. Даже если вы ее воссоздадите вновь, это будет уже другая ситуация. Ситуация, в которой вы будете иметь больше опыта, чем имели, когда оказались в ней в первый раз. И это будет все-таки уже другая ситуация по своему наполнению, потому что вы будете смотреть на нее иначе в силу приобретенного опыта. Например, вы будете знать, что вы вновь не сможете жить в этом городе. Например, вы вытерпите два года. Ну, пусть не два года, может быть, вы вытерпите больше, но вы вытерпите, а потом опять поймете, что так не можете. И опять опять уйдете. Или вы начнете посправливаться, потому что будете знать, к чему готовиться. Когда вы приезжали в госпит первый раз, вы не знали, к чему готовиться. Теперь вы знаете. И это может помочь вам во второй раз принять другое решение, но это уже будет качественно другая ситуация. Мы здесь до сих пор говорили о том, правильно ли вы поступили или нет. И я надеюсь, смог донести до вас ту мысль, что вы поступили так, как вам казалось на этот момент наиболее верным. А без сомнения происходит от иллюзии возможности другого выбора в силу того, что вы находитесь теперь вне ситуации. Теперь мы поговорим немножечко с вами о потребности. Сема потребностей я немножечко затрагивал, когда говорил о том, что вы сейчас один. Сема потребностей я немножечко затрагивал, когда говорил о том, что с родными вы не скучали, потому что у вас было человеческое тепло и человеческое внимание, а также ласка, но мне бы хотелось раскрыть эту тему поподробнее. Смотрите, вы пишете, что теперь у вас есть чувство привычки к этому человеку, только хорошие воспоминания и так далее. Чем это связано? Ведь девушка, по сути, вас предала. Ну, как предала? С точки зрения вас, наверное, она предала, потому что вы рассчитываете, что она поедет с вами в ваш город, она не поехала, она осталась с вами, значит, она предала вас. Она не хотела с вами быть. Но теперь, в силу того, что вы один, в силу того, что вы не хотите быть один, в силу того, что вам нужно человеческое тепло, внимание и ласка, вы думаете о девушке только хорошо, потому что воспоминания о ней окрашены вашими желаниями. То есть смотрите, какая получается вещь. Вы думаете об этом человеке, о девушке. Вы испытываете привычку к ней. Именно потому, что вам сейчас хочется совсем другого. Когда вы были с ней, вам хотелось из города уехать, потому что вам было там некомфортно. И вы уехали. И вам тогда, на тот момент, именно благодаря вашим желаниям, казалось, что это единственный верный выход. Сейчас, когда у вас другие желания, а именно быть с кем-то, вам кажется, тебе совсем другого. Ну и ты понимаешь, что желания, они слепы. Влечения, а у вас именно влечения, потому что вы, видимо, не отдаёте себе отчет в том, чего вы хотите, также слепы. И влечения влияют на наше восприятие. Для того, чтобы, во-первых, влечение превратить в желание, нужно иметь представление в сознании о том, чего вы хотите. Ну, например, когда вы остались один, когда вы приехали на работу, вы начали тосковать сразу по девочке. Почему? Потому что у вас, во-первых, появилось время тосковать, наверное, а во-вторых, потому что вы один, вам не с кем поговорить, не с кем провести время. Давайте сравним. Когда у вас были рядом родственники и друзья, ничего такого не было. Почему? Потому что у вас было меньше свободного времени, и вы активно взаимодействовали с людьми. Значит, эти люди как-то удовлетворяли ваше желание, как-то удовлетворяли ваши потребности в чем-то. Потребность может быть в занятости, а потребность в том, что вы живете, потребность еще какую-нибудь. Важно понять, что дают вам люди, что давали вам родственники и друзья, и постараться это достичь самостоятельно. Например, самостоятельно себя чем-то занимать. Например, быть самодостаточным, то есть уметь активно, эффективно, грамотно и полноценно проводить время вместе с самим собой, не нуждая других людях. Для этого необходимо уяснить, что вы получаете от других людей, и реализовать это самостоятельно. Ведь от девушки, то, что вы чувствуете привычку к ней, то, что у вас теперь хорошие воспоминания о ней, это зависимость от нее. Но вы в некоторой степени от нее зависимы. Но вы также зависимы и от своих родственников, и от друзей. То есть без них вы не можете. И вот чтобы вы могли совершенно спокойно быть в одиночестве, нужно это одиночество превратить в уединение. И, чем одиночество отличается от уединения, я надеюсь, вы хотя бы на уровне инстинкта понимаете. Одиночество – это вынужденное уединение человека. Вынужденное. То есть против его волок. А уединение – это добровольное. Добровольное одиночество. Так вот. Нужно для себя одиночество представить как уединение. И найти такое для себя занятие, которое вы могли бы делать спокойно только наедине с собой. Например, о чем-то размышлять. Например, что-то познавать, что-то изучать. Может быть, читать книгу, может быть, что-то еще. То есть нужно испытывать комфорт наедине с собой. И тогда потребность в других людях, в том числе и в вашей девушке, в том числе и в родных, и в друзьях, которые избавляют вас от тожки, потребность – это ищи. Ее просто-напросто не будет, потому что у вас эта потребность будет полностью удовлетворена. И я думаю, что, в принципе, на этом можно было бы завершить ответ на ваш вопрос. Потому что, я думаю, что все ваши основные моменты я раскрыл. Но мне хочется добавить еще несколько моментов, которые могут показаться вам полезными. Ну, и совершенно точно я считаю эти моменты важными и нужными для вас. Давайте подумаем так. Так, вот вы сейчас скучаете, вы приехали на работу, вы приехали на работу, и вы испытываете ностальгию, тоску и так далее. Вы не можете быть в одиночестве, верно? Чем вам так не нравится одиночество? Чего вы боитесь, находясь в одиночестве? Подумайте об этом. Подумайте на эту тему. Подумайте, что вы сейчас, девушка, нуждаетесь. Вы в ней нуждаетесь. Вы испытываете потребность в том, чтобы быть с ней. Но почему? Не потому что вы хотите делать ее счастливой. Не потому что вам хочется, безусловно, что-то для нее делать. А именно потому, что она вам нужна для себя. Вам нужно быть с ней, потому что вам с ней в какой-то степени было хорошо. Это зависимые и коростные отношения. И чтобы этого не было, все, чем вы нуждаетесь в ней, нужно получать самостоятельно. Чтобы совершенно спокойно существовать одному. Чтобы представлять собой целостную, полностью себя обеспечивающую экосистему. И чтобы эта экосистема целиком и полностью удовлетворяла все ваши запросы. Кроме, конечно же, желания делать другого человека счастливым, безусловно. А когда человек хочет быть с кем-то ради того, чтобы удовлетворить свои желания, простите, это отношения не искренние, это отношения не чистые, и они упираются в эти самые желания. И именно поэтому люди ссорятся, именно поэтому люди расстаются, именно поэтому возникают скандалы, разногласия и непонимание. Потому что человек через другого хочет что-то для себя получить. А получать для себя нужно самостоятельно, избегая опросредования через другого человека. Только так вы будете самодостаточным, только так вы будете полностью уверены в себе, только так вы не будете для себя нуждаться в других людях, и только так если вы начнете с кем-то встречаться, то вы будете делать это для человека, и смотреть, как человек относится к вам. Если вы видите, что его интересы для вас на первом месте, а ваши интересы для него не на первом месте, вы с таким человеком сближаться, жить, общаться, находиться в отношениях не будете. Потому что вас не устраивает, что человек не ставит ваши интересы на первое место, а вы вы сами спокойно проживете без него, вы сами спокойно проживете без всех. И вот это то, что вам нужно наедине, наравне, прошу прощения, наравне со всем остальным для себя уяснить. Вам нужно спокойно, безболезненно жить в полном одиночестве, не нуждаться в ком-либо. А для этого, для этого нужно осваиваться, проникаться ценностями, в основном, культурными. Вам нужно развиваться как личность. А чтобы развиваться как личность, нужно представить себя идеально. Подумайте, каким бы вы хотели себя видеть. Подумайте, какой вы идеальный для себя. Подумайте на эту тему и подбирайтесь к этому идеалу стремиться. Но обязательно обязательно сделаем небольшую оговорку. Обязательно сделаем небольшое замечание. Оно заключается в том, что простите, пожалуйста, в личностном росте нет места к другим людям. Вы растете туда-туда, куда хотите. Вы осваиваете те ценности, какие хотите. Вы доверяете своим чувствам и переживаниям. Если они у вас есть, значит, это важно. и сомнения сомнению, точнее, вы их не подвергаете. И давая быть себе таким, какой вы есть, вы будете давать другим людям быть такими, какие они есть. и не желая поменять себя, но желая развиваться и прогрессировать, вы будете желать того же и для всех остальных. И развиваясь, прогрессируясь, живя своим умом, стремясь к своим ценностям, к своим идеалам, вы будете спокойно относиться к тому, когда другой человек будет поступать именно так. И если вы встретите того, для кого вам хочется делать все, что угодно, безусловно, и вы увидите, что этот человек оценил вас по достоинству, что он ценит и березет все, что вы для него делаете, что он отвечает вам взаимностью, вот тогда, тогда придет истинная любовь. Тогда будут у вас самые настоящие и крепкие отношения. На этом все, надеюсь, что помог вам, если дополнительные вопросы остались, или если вы доходите поработать еще, пишите, я вам могу записать еще один такой ответ, надеюсь, что вам такой формат работы понравится. видео следующее, что мне хотелось рассказать это то, что видео не удаляется, вы можете прослушивать его сколько угодно раз и в принципе всегда имеете к нему доступ и не нужно торопиться или спешить его прослушивать, оно никуда не денется, по крайней мере до тех пор, пока существует YouTube. и еще хочу сказать вам, что видео доступно только для вас, никто другой его не посмотрит, никто другой не сможет его видеть, поэтому не волнуйтесь насчет конфиденциальности информации. На этом еще раз желаю вам всего доброго и удачи.